У каждого инспектора есть планшет, незаменимый помощник в работе, фотофиксация, нарушение правил дорожного движения, то есть в части остановки и стоянки и контроль за оплатой на парковках. Сканируем номерной знак автомобиля и система показывает, оплачен этот автомобиль или не оплачен. Сейчас будем проверять оплату парковки. Не оплачено, кандидат. Автомобиль уже более чем 10 минут находится без оплаты. Система мне показывает, что не оплачено и уже нарушитель. Благодаря планшету мы можем отправлять данные о правонарушениях в отдел информационного обеспечения. Инспекция начала свою работу в конце 2018 года. И в первое время, пока у нас не было планшета, вот этих программ, мы это делали все вручную. Инспектор ходил, у него сумка, распечатанные бланки этих поведомлений. Потом доставал ручку, доставал лист бумаги, там бланк уже подготовленный. И вручную заносил все данные. Сейчас это абсолютно автоматически делается в автоматическом режиме. Вся информация заходит в центр обрубки данных. Автоматически здесь формируются постановы. И эти уже постановы по почте отправляются нарушителям правил дорожного движения. Все эти постановы обрабатывались вручную. В начале 2020 года мы уже получили доступ к этой программе. Для начала нам нужно создать чернитку, с которой мы далее будем работать. Чернитка – это и есть постанова про накладание административного стягнания. Вот отображается, кто оштрафовал, когда, где, время, дата, соответственно, суть нарушения и по какой статье купал. Если говорить по скорости, то, допустим, мы могли обрабатывать 50-60 постановлений в день. Сейчас мы обрабатываем до 400-500 постановлений в день. На сегодняшний день еще такая программа не работает ни в одном городе нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...